Злоба и жестокость. Всю минувшую неделю украинские националисты ожесточенно били по Донбассу. Старались уничтожить все без разбора. Дома, школы, предприятия. Вот сегодня в Донецке обстреляли больницу, роддом и рынок. За сутки в ДНР погибли 4 человека, еще 20 получили ранения. Под ударом Волноваха, Макеевка, Горловка. Каждый день эти города накрывали ракеты из градов и ураганов. И пока украинские войска продолжают воевать с мирными жителями, наши парни и силы народной милиции шаг за шагом освобождают все новые территории. Очередные важные рубежи в поселке Тошковка и Камышеваха. Откуда ВСУ не просто отступили, бежали. С передовой репортаж Алексея Кручинина. Майский рынок в Донецке полыхает. ВСУ ударили системой залпового огня ураган в полдень. Разгар торговли, подходящее время, чтобы зацепить как можно больше людей. Там мальчик пришел, твоего мама погибла и брат. Как уже он рыдал. Боже мой. Господи, спасите. У вас ранение как-то? Я видела. Ну, лотковый. Прилетел сюда? Да. Ну, я тебе вот на этом. Вот с этой стороны она сейчас уже затыла. Буденовский район Донецка всегда считался тыловым. Теперь в городе не осталось даже относительно безопасных мест. Это просто уму непостижимо. Уже до каких этих самых гор это будет все продолжаться. Сставляет по мирным людям. Просто мирные люди. Мирный, нормальный спальный район. Ничего здесь. Никаких военных. Никакой техники. Ну, вообще ничего у нас военного здесь рядом нет. Все мирно, спокойно, все тихо. И вот тебе. Никогда еще украинские войска не накрывали Донецк так размашисто. Под ударом, кроме Буденовского, Киевский, Петровский, Куйбышевский, Ворошиловский и Ленинские районы города. Вот прилеты. Вот прилеты. Залпами градов и ураганов по домам, школам и детским садам. Здесь, к счастью, не было детей. И воспитательницы отделались только сильным испугом. Самое главное, что все живые, здоровые, только психически пойдут. Сейчас пошли успокоительно пить девочки. Вот, очень испугались, когда оно близко, рядом, становится все страшнее и страшнее. Спасибо за это в кавычках, в том числе американским гаубицам М777, из которых радикалы бьют по жилым кварталам. После 155-миллиметровых натовских снарядов остаются трехметровые воронки. В зять был, дочка, и полтора года ребенок, внук. Прилетело, пробито насквозь две стены, буквально 10 сантиметров над манежником. Дома пробивал, газ перебило. Вот он, кассета, с соседним тут много чего. А вот осколочное ранение получила беременная женщина. Рядом в истерике ее дочь. Выпросив у НАТО дальнобойную артиллерию, Киев делает то, что у него получается лучше всего. Воюет с мирным населением Донбасса. Только за один день, 8 июня, по городам ДНР ударили больше 500 раз. Массированный обстрел произошел на следующий день, после того, как союзные войска освободили Святогорск. Важный город на пути к Славянску и Краматорску. Отступая, боевики подожгли деревянный храм при Святогорском монастыре. Снова подтверждают, для них нет ничего святого, в прямом смысле. Только циничный расчет на эффектную картинку, которую можно продать, как очередной акт якобы российской агрессии. Отступающие националисты пошли на чудовищную провокацию. По словам местных жителей, из установленного на бронеавтомобиле крупнокалиберного пулемета, очередью зажигательных боеприпасов был подожжен деревянный скит всех святых земли русской. Подушить загоревшийся скит безуспешно пытались не только монахи, но и прибывшие к ним на помощь члены местной территориальной обороны. Националисты этому препятствовали, открыв огонь на устрашение. Но все чаще и все более остервенело стреляют на поражение, из-под тяжка, туда, откуда ответка точно не прилетит. До места съемки остается каких-нибудь 500 метров, когда на машину начинается охота. Мы вот попали под обстрел в самом центре. Северо-Донецка совсем рядом прилетела. Слава богу, живо. Куда сейчас? Наш провожатый, опытный боец 2-го корпуса народной милиции с позывным «Мичман» отчаянно выкручивает руль и бьет по газам в поисках убежища. Уходим, уходим, уходим. Такая серия – характерный почерк миномета «Василек», который заряжают кассетами из четырех 82-миллиметровых мин. И все это происходит в жилом квартале. Вокруг бесконечно уставшие от перманентного кошмара люди. Стараюсь как-нибудь это потерпеть. Мы все сидим в подвалах, ночью в подвале. Терпим, ждем, надеемся, что скоро будет все хорошо и это все наконец закончится. Надеюсь, что Россия все-таки нам поможет отбить наши земли, которые укропы обворовали нас, город разбомбили, вынесли технику, магазины грабили. На моих же глазах такое было, правда. Они живут практически на передовой. Ощетинившийся трубами завод, откуда по ним стреляют националисты, прекрасно виден из разбитых окон квартир. Химкомбинат «Азот» – последнее убежище националистов здесь. Огромное предприятие по площади половина севера Донецка. В лучшие времена, говорят, там могли разместиться до 10 тысяч человек. Много бункеров, бомбурных убежища есть. Сладкие помещения, в которых, возможно, сохранились большие запасы химикатов. Храня верность своим антигуманным традициям, националисты удерживают на территории несколько сотен мирных граждан. На одном из крупнейших в Европе предприятий, производивших азотные удобрения, в годы расцвета работали тысячи жителей севера Донецка. Люди здесь хорошо знают, что собой представляет химкомбинат. Очень много цехов. Производство серной кислоты, соляной, органика, аммиак, мочевина, селитра. Именно поэтому бить по азоту крупнокалиберной артиллерии нельзя. И там точечно работает спецназ. В то и дело слышен стрелковый бой. Народная милиция при поддержке российских войск додавливает противника в городе, безусловно, важном для украинских властей. Ведь именно Северодонецк в 2014-м Киев назначил новой столицей Луганской области. Полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка. Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. Развивается наступление на Попасинском направлении. В целом на сегодняшний день освобождено 97% территории Луганской народной республики. За пять дней в плен сдали 126 военнослужащих вооруженных сил Украины. Их общее количество составляет 6489 человек. Новые пленные и новые трофеи каждый день. Ну, нашли их, когда заходили в Северодонецк. Это пусковая, ну, противотанковоуправляемая ракета итальянского производства «Милановская». Предназначается для поражения бронетехники. То есть по танкам, по БМП, по БТР. Итальянские ПТУРы, правда, сильно просроченные. 90-й год выпуска. Срок годности вышел, кажется, и у боевого духа украинской армии. По крайней мере, у группировки, которая пытается удержаться на Луганской земле. Армии вроде есть, но ее нету. Люди все... Никто не хочет воевать. Силы совсем не равны. Но армии очень мало. Осознавая, что Северодонецк уже не удержать, боевики ВСУ подорвали последний мост в Лисичанск. Город-сосед на другом берегу реки, откуда украинская артиллерия бьет по Кременной и Рубежному. Цель затормозить дальнейшее продвижение союзных войск с северо-востока. При этом командование уже не волнует судьба Северодонецкого гарнизона, которому теперь окончательно отрезаны пути отступления. Лисичанский район и к югу от него пока под контролем ВСУ. Группировка украинских войск здесь до 15 тысяч человек. Националисты пытаются сдержать прорыв союзных сил через трассу Лисичанск-Артемовск. Ключевые города и поселки на этом пути – Золотое, Горское, Камышеваха и Тошковка. Самый большой успех у наших войск и народной милиции на этой неделе – в Камышевахе. Шестой казачий полк, российские морпехи и чеченский спецназ взяли поселок и уже полностью его зачистили. Вот этот перекресток, выше этот перекресток, им был важен, потому что отсюда передвигаться они могли и кататься могли. Мы забрали этот угол, у них осталась только одна дорога выше. Из-за него они сейчас вцепились. Но вторым временем я это возьмем. Четвертая мотострелковая отдельная бригада ЛНР тем временем героически бьется за Тошковку. Мощный штурм с поддержкой танков и БМП – финальный аккорд захвата шахты Тошковской, которую Киев считал неприступной крепостью. Боевики смяты и разбегаются, бросив раненых. Все это видит на своем экране и показывает в съемочной группе Первого канала заместитель командира бригады с позывным «Джафар», который корректирует атаку при помощи беспилотника. Танк подавляет огневые точки, мы еще заранее квадрокоптером выявили, откуда у них пулемет работает, они вот эту дорогу простреливали. Второй прикрывал через зеленку. Сейчас убедился, что противника там нет, выходит второму на помощь. Роль дронов в спецоперации огромна. Они и разведчики, и наводчики, и ударная сила. У ВСУ «Птичек» – так называется летающая техника на армейском сленге – много. Об этом часто говорят бойцы союзных сил на передовой. Но нашим войскам есть чем крыть. Новый тактический комплекс «Тор-М2У» – гроза ударных дронов. Первый ночной полет «Байрактара» становится последним. Пятая цель уничтожена, расход одна. Есть поражение. Мы понимаем, что у нас лежит высокая, большая просто ответственность за жизни наших ребят, за нашу родину. Вот. И мы стараемся максимум сосредоточенностью, максимум, перевить в этом деле. «Тор» – зоркий охотник на добычу любых размеров на любой высоте – от 10 до 10 тысяч метров. Радиус работы – 32 километра. Ночью, днем, в сумерках невидимых целей для «Тора» нет. Вот расчет берет на прицел вертолет противника. Захватил мишень – пять секунд, и ракета пошла. Вспышка почти не оставляет сомнений, а встроенная камера с длиннофокусным объективом и тепловизором подтверждает окончательно. Цель поражена. Алексей Кручинин, Дмитрий Кейновский, Дмитрий Зельвянский, Олег Шишкин, Алексей Иванов, Иван Прозоров, Дмитрий Кулько и Виталий Зайцев. Первый канал «Донбасс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова